Если это ТГВ, то надо сразу на базу идти, смотреть, что там, когда он будет. Да, и Футмен видит, во-первых, Экалита, попутно делает разведку. Но ТГВ почему-то не делает... Это Слип, что ли? Не, не Слип. Он не делает Экспанд, видимо, помню, как проходили некоторые игры с Хавком на этой карте. Там Хавк просто купил Тролля, через Слип его не убить. То есть ты меняешь ману Дредлорда на ману Тролля. Выкупает неплохо, кстати, сам Тролля. Не, в принципе, с Дредлордом, с первым, да, на Т2, ДК, обсидианку уже можно нормально играть. Тем более, что ДЛ универсальный, ДЛ хорош. Он... опа-опа-опа-опа, все-таки пошел дальше. Может, через магазин будет крепиться. Довольно агрессивно сейчас. Но, с одной стороны, типа рискует, но он отправляет разведку. Правда, одна разведка, увы, все, развалилась. Вот, а вторая нашла Архмага. Архмаг не третий, но он к этому идет. Дредлорд погружает в сон, усыпляет. Блин, талисман жизненной силы, серьезно. Подрезал, убежал. Может быть, это и правильно. Жалко, что он такой битый, этот Дредлорд. Ахав не гнушается. Он берет, добивает нейтралов. Очень пассивно играет ТГВ. Боится. Звуков из Хавка, говорят, нет. Да ладно, ребят, ну. Есть наверняка звуки. Что вы обманываете опять меня? То Хертон говорит, что Ютуб не работает, то звуков из игры нет. Напишите, есть звуки? Спасибо большое. Сварм, там третий. Вот, возможно, надо было все-таки прокрепиться до третьего уровня. Ну, то есть, посражаться здесь. Тролля можно добить с вармом. Добил с руки. Гулька теряет. Ну, убил фута. Еще одну гульку теряет. Есть. Ну, нормально, есть. Есть звуки, оказывается. Кто там говорил, что звуков нет? Сетка на вчерашней турике висит. Ребят, ну вы просто не даете мне покомментить. Ну, пожалуйста, помощник там какой-нибудь замечательный. Дайте, пожалуйста, в Message of the Day ссылку на актуальную сетку. Играют удивительно. Без... Ютуб три раза отваливался. Ёпрес, это... Сейчас, подождите. Не дают. Не дают. Не дают. Покомментят спокойно. А там атака на базу, понимаете? Вот что я могу сделать? Спасибо за переподписку. Все, ледокол Фазрески. В это время мы видим, что продолжается пуш от Хавка. Да, Дреддлорд получил третий, но у него со здоровьем беда. Ему придется сейчас, видимо, пропивать. Не доконтраливает немножко с... Блин, а как вот без Слотерхаус-то вообще? А, Тинкер! О-о-о! Тинкер! Мана! Вжух! Мимо! Не доконтраливает ТГВ. Ё-моё! Подрезает, правда, здесь. Подрезает еще Рифленого. Слушайте, а уже отбился? Хорошо! Тридцать два лимита на тридцать пять. А представляете, когда появится с... Там тот же самый Дестройер, когда от Мага будет не так много прок... Куда полез Маг? О-о-о! Это ошибка, ошибка, ошибка! Можно пробовать окружить и... Окружает ТГВ! Хорош! Блин, и Хавк-то играет родной раз. ТГВ, правда, тоже, но мы же говорили об этом, что... Не это самое. Т-2. Т-2. Рифлы. Рифлы присты. Окей. Ну, отковырялся хоть как-то. Слотерхаус один, Слотерхаус второй. То есть, это у нас будет... Зачем нам столько Слотерхаусов? Наверное, Дестроф. Потому что Дестроеров кто может контрить? Рифлы. Вертолеты. Танки. Хавки. И все это, в общем-то, с вармом немножко раскачивается. Если с вармом будет третий, то можно работать. Особенно по вертолетам. Поэтому работа на перспективу. Ну и еще рифлы, конечно, в лейте совсем бесполезны. Из-за того, что если доживем до Инфернала, плюс с варм, ракеты, земля там будет жить от... Ну, от серии до серии заклинаний. Или Абомы. Может быть, Абомы, может быть. Но он делает пока тележек. Но мне кажется, надо Дестроф все-таки делать, учитывая связку с ракетой с варм. И, ну, армию, которая есть у Хавка. То есть нейтрализуешь Дестрофами Архмага спокойно. А с рифлами справляешься по-другому. Да, пошли обсидянки. Но Хавк делает нычку. Кстати, такая нычка поздняя. Она может напороться на тайминговый какой-то пуш Дестроф с маной. Не знаю, еще практикуют такое или нет. Но это возможно. Но, с другой стороны, ТГВ, как вы видите, сам не прочь затянуть игру. И ставит эксп. Вообще, Дредлорд, конечно, раскрывается очень хорошо. На пятый, на шестой уровень прям. Шикарный герой. И хочется посмотреть, на что он способен после... Ну, когда вот именно прокачается. Приехала обсидянка. Начинаем лечиться потихонечку. Пошла разведка. И все-таки Грейт на болезнь. Абомов делать собирается. Здесь нерубка напрашивается. Лимита очень пока что мало. Гульки биты, герой биты. И сейчас идеальное время для пуша Хавка. Хоть лимиты сопоставимы, но состояние... Да, это Абомы все-таки. Это все-таки Абомы. Абомы с болезнью. Хорошая тема. Правда, на них нет вампиризма никакого. То есть там Слип и Сварм. Гульки мега биты. Просто несчастные гули. Забывают обсидианки еще с собой ТГВ взять. Они должны находиться всегда рядышком. И постоянно лечить. Регенить, лечить, регенить, регенить, лечить. Вард грамотный. Да, Радак и Тирос. Сейчас уже первые два тура прошли, где Бо-1. Начинается третий тур. Здесь Бо-3 и немножко другой принцип. С первую катку играют любыми расами. А дальше, если ты победил с своей расой, ты ее уже использовать не можешь. Так, перегруппировывается. Тинкер третий. Магазин может не успеть достроиться. Нерубка очень помогает. И вонючий Абом тоже здесь очень под нерубочкой особенно. Ай-яй-яй. Магаз пытается вычинить. Закупил еще ману. Впрок. И пошел отбиваться. 41 лимит на 53. Хавка больше. Но как залетают все-таки ракеты, вы посмотрите. Минус Райфлмен. Лечит. Хорошо контрит алхимика с липом. Класс. Ракеты с варм. Ракеты с варм. Но армии маловато что-то у ТГВ. Он и ракетами, и с липом контрит полностью алхимика. Вообще шикарная связка. Идея прекрасная. Сдули приста. Так с ТГВ еще может выиграть здесь. Свиток лечения очень вовремя. Минус Абом, правда. Свиток лечения отличный. Но не обязательно сейчас лезть прям... Видите, он ждет, когда будет лечение. И перебивает его ракетами. Лечение сколько там стоит? Вос... Ой, не могу. Не помню точно. 75, наверное, да? Ракеты подешевле, а не по 60. Маны у них приблизительно одинаковое количество. И он двумя героями все контрит. Двумя героями. Надо бы еще ТГВ контролить по... Это самое, юнитов по... По... По лучшим. И не сражаться, ну, вдалеке от нерубки. Зачем он это делает? Где-то у него... У него ресурсы на руках скапливаются. Он Абомов не сразу заказал. Нужно восстановить магаз. Нужно... Тяжело, тяжело. Без магазина тут будет тяжко, да. Ну, вот посражался не на нерубке, к сожалению. Абомов в бой. Маны не хватает. Хавка очень много. Ну, зачем не под нерубкой сражался? Не на земле. Куда полез? Мана, мана, хил. Сейчас минус нерубка. Он даже за рифлопушит, кажется. Сварм. Нерубки нет. 65 лимита на 47. Передает им бутылки. Ну, а Калит уже под ударом. Надо вписываться. Да. Падает Абом. Ну, тут никого просто нет. Вот ЭГВ, причем, еще деньги на руках есть. Жалко. Тема хорошая. То есть... Задумка очень даже неплоха. И явно так он ни одного убивал. Человека. Но сейчас, к сожалению, лимит у Хавка только растет. Тут крест. ГГ. 1-0. Хавк. Чудо не произошло. Мне кажется, был момент, когда мог уже отбиваться все-таки ТГВ. Если бы он дальше не продолжил лезть. Просто я отступил на землю, на проклятую поднерубку отступил. И подзаказался бы нормально. Потому что у него на руках реально было... Там два бомба заказано, у него 400 голды на руках. Дойли ты очень странный. Спасибо тебе, что смотришь. Не падай духом, говорит. Не падай духом. На прошлом капе какой стратей ТГВ играл? Я не... Ну, против разных, наверняка, разные стратегии. Я не видел, как он играл с... Я помню, что он пытался поставить против Хавка разок не на прошлом турнире, а там поза-поза каком-то прошлом. Пытался поставить эксп, и, к сожалению, не удалось. Сейчас вот работа над ошибками явная. То есть он увидел, что Архмаг такой же агрессивный, что у Архмага есть жрец лесных троллей, который, если что, от Слипа спасет. И повременил с новкой базы. Все правильно. Даже сыграл несколько... Ну, слишком аккуратно. Не крипил то, что мог прокрипить. То есть Хавк все-таки понаглее, понаглее вел себя, поуверенней. Так. Сетка лазеров есть. Жаль, если ТГВ вылетит. Ну, во-первых, тут бот-3. Сетки лазеров, насколько мне известно, нет. Сейчас посмотрим, кстати, что там за... Тут чисто по исполнению проблемы. Да, по исполнению проблемы. Нет, страта вообще отличная. Еще бы до дестройеров дожить в такой ситуации. Гейменный МХавк, видимо, будет. Хок! Люблю, когда эта самая... Игра не появляется, приходится... Не, 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 не нужен. Он будет опыт воровать, не делая ничего. Мне нужен пятый ДЛ. Да. Пятый ДЛ, третий Тинкер. Я сказал главные ошибки. Это плохое исполнение, забытое кладбище. Плохая застройка на Мэйне. И за счет всего этого я не успел нормально на экспе задефаться. А так долго было. Чуть пораньше магазин, чуть пораньше бойни, чуть пораньше две тележки. То есть мне первыми двумя надо бы делать обомов. Первые два табурета, потом два обома, потом две тележки надо делать. Ну, в смысле эти... Я не заметил, что там кладбище забыл. Вот их не хватило. Тогда, если бы там пораньше эти два обома пришли, отбиться было бы гораздо проще. Только он практически... Ну, почти, почти отбился. Выбирай, говорит, сильную расу, говорит, ТГВ. Давайте послушаем, может он... Ну, мне прям понравилась вот эта история с ДЛ Кимкером. Да. То есть, когда тебя вот так вот пушат, не дают экс поставить. Ты просто жмешь Т2, крепишь Дреддворда, отбиваешься в первую волну, ставишь экс. И все норм. О, Хавк поставил Орду. Хавк поставил Орду. Вот уже первый нестандартный матч сейчас у нас будет. Так, для тех, кто недавно присоединился. Сегодня у нас какой-то уникальный турнир, называется Банхаммер Кап. Его проводят Граф Ди и Шокрут. Шокрут судит, да, насколько я помню. Призовой фон турнира сумасшедший уже по меркам онлайновых турниров. С, ну, 30 тысяч рублей. Нормально, варик по это самое, играем в 2020. Система проведения интересная, ну, система проведения сама по себе стандартная. То есть, это сетка Single Illumination, Bo1, Bo3. Наверняка там есть пассив участников автоматически. Но самая главная особенность заключается в том, что ты не можешь играть своей расой в случае, если первую карту взял. То есть, сейчас они играют Bo3, Хавка держал победу и все. Теперь ему нужно хотя бы одну карту, хотя бы одну карту взять любой расой, кроме Альянса. Та же самая история будет с ТГВ. Если он сейчас умудрится и обыграет Хавка, Хавка-орка, то он не сможет играть за андедов. Ему тоже надо будет выбрать какую-то другую расу. Так, не точить когтюк, пришлый, а? Песель. Вот. Учитывая то, как замечательно, без иронии, отыграл ТГВ на прошлой карте, я думаю, у него шансов сейчас очень много против Орка. против Хавка-орка. Вот. Что за песель? Да, это кошка, но она... Она офигела. Сейчас я попробую ее выпустить. Охренелось, что ли? Давай, выпущу. Давай, выпущу. Давай, выпущу. Пошел, пошел. Да, мяна. Говорит, не хочу. Куда ж ты денешься? С подводной-то лодки. Вот. Счет сейчас 1-0, естественно, в пользу Хавка. И я уж не знаю, каким макаром тут мне ходки изменять, чтобы... чтобы счет ставить. Армию игрока атакуют. Поехали. Вообще, ТГВ один из, на мой взгляд, фаворитов. То есть кэш, ТГВ и нейтрон, наверное, если там живы они. То... Ну, потому что это товарищи, которые на профессиональном уровне играли за разные расы. Вот. ТГВ, конечно, по сравнению с тем же самым кэшем, профессионалом назвать сложно. То есть он хоть и играет на очень высоком уровне, но так, например, как Фоги, как Хавка, как кэш не поездил. По миру, не поучаствовал в... Вот. Но игрок хороший, конечно. Джонни Кейдж. А Джонни Кейдж у нас... Он играет не только за Альянс. А, кэш отлетел от Блайда в первой. У-у-у. Понятно. Тогда да, тогда беда. Пошел экспант. Блэйд бежит под спидами на эксп. Не знаю, что конкретно ему тут спиды дадут, если честно. Тролля только разве что добить одного может. По гранту догадался, что... И сейчас Куэл будет. Не, не будет. Шахту пытается отменить Хавк. Ничего себе. Хавк как будто прям точно знает, что нужно делать. Ну, не совсем. Уходит Виндвок на последних хитах. Плюс ему замазываться надо каким-то макаром. Ну, а здесь ТГВ нужно восстанавливать, конечно же, шахту. Но у него проблемы с деревом. Серьезные проблемы с деревом. Делает кладбище. Наверное, надо Мурлоков забрать, раз уж такая вошла пьянка. Вопрос к посеву. Как так? Кэш Блэйд первый тур. Да, может и отключили посев. У организатора есть возможность включать эту опцию. На свое усмотрение. Ну, может быть, еще потому, что Блэйд долгое время не принимал участие. У нас там рейтинг вайпнулся за длительное время. Его что-то там забанили. Он там ставил не на себя или что-то еще такое делал. Ну, то есть на турнирах, которые киберспортивным фондом фондируются, Блэйд, насколько я знаю, забанен до 2028 года. Стандартный репсовский бан на 10 лет. Вот, потому что ставил. Кажется, ставил. Блэйд рядышком. Готов отменять шахту. Понеслась. Сразу койл. Но этот врыв был уже необоснованный, получается. Есть еще один койл, но урона сильно не хватит. Пандорийский пивовар второй. Серьезно? Блин, я только сейчас заметил, что ДГВ опять за леди играет Светолов. Какая-то леди, а. Как можно узнать вообще, что ты на себя ставишь? Тебе инст... Ну... Ты хочешь обезопасить себя или как? Ну, играешь, играешь. Потом хопа. Внезапно на букмекерской конторе какая-то сомнительная ставка крупная. И очень странная игра при этом идет от одного из участников. Блин, но ТГВ, конечно, не готов. Было с такому дерзкому забегу. Подумал, что ну раз... Так и проиграть можно, кстати. Пытается окружить панду. Не удается. Гульку лечит. Выталкивает панду. Блин, Хавка, конечно, хорошо играет. Пытается окружить блейда. Выждет же справа. Не, не выйдет. Это минус блейд, скорее всего. Это минус блейд. Минус блейд на две гули. Перенацелить надо еще на эту. На панду. Ну и тут гранта, конечно, можно подрезать. О-о-о-о! Нет! Уже ж было окружение. Не доконтролил. Но панду можно догнать. Она не такая шустрая. Под аурой можно. Но... Блин. Но нычка очень сильно остановил. Ну, замедлил развитие сейчас. Тут все еще Т1. Там уже Т2 здания. Баратрумы делаются. Не, надо магазин собирать, видимо. Тролль-тролль. Большой Огр. Надеяться на варды. На какие-нибудь полезные вещи. А гранты в это время снова отменяют шахту. Господи, какой наглый Хавк. Вы посмотрите. Очень. Ну, блочить околитами, чего. Хотя бы одного гранта забрать за это. Койлом добить не будет. Не заморачивается. Да, Духостранники делаются. Все норм. Вот это очень хорошее окружение. Вот это прям классно. Сцапал еще одного Грунцера. Минус Енотерс. Ну и что, будет Т3 или не будет Т3? Не вижу. Т3, а рабочий идет? Рабочий идет. Понятненько. Но это вполне ожидаемый ход, на самом деле. И ТГВ как раз делает разведку четырьмя скелетами. Он увидит. Он сразу увидит нычку. Ё-моё. Даже поатакует немного. Он даже отменить четырьмя скелетами может. Вот это тайминг. Нет, понятное дело, что это очевидная вещь. Что вот в ответку, раз прекратил пушить, там, понятное дело, что дальше уже сложно отменить. Чем дальше, тем сложнее. Вот, надо ставить свою нычку в ответ. Тем более, что у Андеда там Т1 все еще, что он сможет сказать. Гуля отдает. Зачем? Если начинать играть в Warcraft 3 в 2020 году, то за какую расу, спрашивает Red Toss, играя за эльфов? Как протас ты должен полюбить эту халяву. У тебя будет очень много возможностей. Хавк не отменил! Хавк не отменил! У-а-а-а! Как так? Не, ну Хуманы не привыкли отменять базу. Чего у них там пять рабочих начинают строить? Через пять секунд тычка готова. Что там отменять? Если у тебя рабочий живы, то база достроится. А у орков совсем не так. Господи, ну ТГВ сильный впереди получается. Ему сейчас надо только догнать по технологиям. Алтарь строит. Смотрите, тайминговый алтарь. Проданный до этого. Идет диверсия. Нет, там прям пион идет строить опять. Серьезно? Такое впечатление, что Хавк подстраивается под ТГВ. То есть ТГВ идет ставить базу, а пион еле-еле успевает эту базу заказать. Еще не успевает. Денег нет. Блин, успеет, не успеет. Ну Хавк, давай, помоги. Сейчас успеет. Ну, ну, ну. Ай, чуть-чуть. Там 383 у него было. Надо было 390, что ли. Ох. Ну, ТГВ слишком быстро для Хавка. Прикольно. Будет ли интересно тоже такое опережение по таймингу? Потому что тайминги, если ты за свою расу играешь, то у тебя есть стандартные тайминги. То есть ты там не втыкаешь, ты знаешь. И, соответственно, подстройка от противника у большинства людей под стандартные темы. То есть, а если ты там где-то, ну, опыта поменьше, не играешь постоянно, где-то завтыкал на какое-то время, все, противник, ну, вот такие вот моменты могут быть, что враг ждет от тебя шага, а ты еще до этого шага не дошел. Так, идет нападение, грунцеры, рейдеры, питлорд второй. Это тот самый питлорд, который будет раздавать под френди, видимо. Телепорт пошел. Там очень много битых грантов. Финды, дыхание, нагулей. Иллюзия панды, вытанковывай, уэйтс, все. И хошк пытается отступить. У него нет телепорта, у него есть только свиток лечения, большой инволу, третий, между прочим, панды. Ну и ставится в три... Ну, не в третий, ну... Да, третья попытка поставить экспанд. Неотмененный эксп, это, конечно, особенно, когда с одной базой играешь против экспанда, катастрофа, потому что... Ну, это 40 секунд работы единственной твоей добывающей базы. При том, что против тебя добывают Х2. Причем Тараса, которой не нужно денег давать многое, чтобы побеждать у андедов. А вот если у них появляется еще голд, чтобы... ну, золотишко, чтобы спокойно выходить дальше из лимита, делать свою... свою тему. Странно, кстати, что... не дочинил ТГВ. Зигураты, нерубки, как бы, вообще не лишние. Отличная разведка ТГВ, тут забегание планеты... И... храм проклятых. Ребята, это будет Питлорд, который с руки, у него уже перчатки скорости есть. Пошла сеточка. Я хочу вот посмотреть на этого Питлорда, дикого, который под Аймшой, под Анхолю Френзи, под Койлом, под вторым, будет раздавать. К сожалению, у него предметов маловато, все-таки. Хавк Фору дает. Я не знаю, что нужно сделать здесь, Хавку, чтобы вытащить, потому что все идет по плану ТГВ. Пытается разводить, чтобы отвадить внимание от своего экспанда, который строится, но... Ну, подрезает там туда-сюда, но лимиты уже равные. Что, битва будет, кажется? Битва будет. Ой, отконтроливает Кадоя! Ой, минус грунт уже! Рейдер подставляется! Мне понравилось, как ТГВ отошел на... О, как он еще Финдов... О-о-о-о! Кадой голодный! Ой, правда, минус Криптлорд из-за... из-за не знаю чего. Минус Криптлорд. Обсидианка выходит первая только-только. Падают гульки? Да ладно! Панда пустая уже, но... ТГВ почему-то не... Обсидианка и через атаку шел. Наконец-то съедает Кадой молодой одного Финда. Койл надо в рейдеры кидать. А, нет, сейчас минус Блэйд можно сделать. Ну, минус Блэйд! О-о-о! Пыталась Панда окруж... О-о-о! И Панду окружает под колец! Инул 15 секунды, но может не уйти отсюда Панда. Гульки забегают, гульки умирают. Так, 7 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, но далеко до Панды, конечно. Один Панда пришла в себя. Фокус по Кадою. Очень странный фокус по Кадою. Одним Декой и троллем, который был в... Так, выкупает Хавк своего. Почему не кидает активно Койлы? Я не знаю. Ну, тут он не добил, наверное, из-за... Из-за Спирит Линка, но черт его знает. Почему там до этого не добивал? Да, это жестокус, ребят. Когти жестокусу! А где Банши? Там же... А, Нек... Ну да, какие Банши? Некросы сначала же идут на Unholy Friend. Банши он делает потом для Амши. Банши для Амши. Вот сейчас бы Койл кинуть. Уже можно же. Ну, спасает рядового этого Финда для того, чтобы тот умер. Отличная позиция для жестокуса. Сплэшем бьет с руки. Вот никогда бы не подумал, что по-серьезски будут брать Пита и брать ему первую пассивку. То есть, обычно, если берется герой, то из-за того, что у него на старте там полная мана, эффективнее использовать заклинания какие-то. Тем более, у Питлорда есть парочка весьма неплохих заклинаний. Противорка, конечно, Хауль чаще используется, чем заливком. Тем более, здесь сеточка, там может быть еще какой-нибудь Хекс в альтернативном варианте. Но ТГВ его используют как дэмэдж дилера. То есть, два некроманта, которые делают Анхоли Фрэнзи. Анхоли Фрэнзи увеличивает скорость атаки на 75%. На 75%. Дает, правда, дегенерацию здоровья 4 в секунду. Но когда у тебя есть друг ДК, вот, те нормально. А, девочка даже. Пошли скелеты. Сейчас вот отсюда будет организована атака. Может быть, даже, кстати, он сначала прокрепит желтую точку, а потом пойдет в атаку. Не знаю. Нет, пойдет в атаку. Армия скелетов бросается просто на вышку. Рабочие тут же на нее. Самого главного дэмэдж дилера забыли. Диспл отличный. Куда шаманы, куда некроманты побежали? Сетка. Все, он Холи Фрэнзи. Все, его не остановить. Питлорд пошел. Пошел Питлорд. Давай, нападай. Он ловит Орду. Давай, нападай. Вся Орда просто валит от этого страшного Брутила. Его звать Брутил. И он просто налево-направо раздает. На, Коэл в одного. 60-ый лимит на 54. ТГВ уже больше. Вообще страшно, когда Андейда больше, чем Орка. Но Блэйдмастер начинает контролить Хавк. Хавк. Дыхание, скелеты. Минус тележка. Ну где Анхоли Фрэнзи? Съедают еще одного Финда. Коэл. Да, что-то тут армия-то несерьезная. Блэйд использует свиток. Пандорийский с маной. Сейчас будет такое дыхание шикарное. Вины падает. Падает Блэйд. Что? Остается только Панда. Ну где Анхоли Фрэнзи? Ну кинь ты на него. Еее, пошел. Шух. И начинает нарезать. Ну не бегай. Атакуй. Шух. 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 Просто. Сплэшем по всей Орде. Хауль. Панда правда... Ой, Крит вот дикий от Панды Крит. Ооо. Отдыхивается Панда. 50-ый лимит на 52. Очень битая Панда. Очень битая Панда. Очень битый Хауль снова. На всех просто. Прекрасный Койл. Питлорд продолжает нарезать. Я болею за него. Инвул на деке. Все Орды. Очень красная. Прям очень. Гранд. Один падает. Гранд второй. Виверна. Еще одна Виверна. 43 лимита на 50. Два косаря у ТГВ на руках. Как ты вообще... Как... Дай я тебе посмотрю, как он... Два косаря. Я понимаю, что он уже битая, но надо отойти немножко. Два косаря. Чуть пока я в 50, у меня все нормально. А, он специально в 50 лимита сидит? У меня не три гуля, а у меня их пять. Васт. Это эльфийская математика? Он еще так кометит спокойненько. Не, ну... Два косаря... Сейчас заказался. 1200 у него сейчас. Два косаря на руках. Там потеешь, контролишь. А потом... А, у нас 50 лимита. Посидим. Питлорд отлично себя ощущает. У него появляется серклетка. У него появляются еще когти. Суммарный дамаг плюс 19... Ну, в смысле, дополнительный дамаг плюс 19. Максимальный 46... Ё-моё, это же 65 с руки. Плюс еще сплэш вокруг. Да, человек играет в турнир, читает чат. Ну, вот это очень хорошо, потому что... Ну, не всем же киберкотлетами будет, правильно? Вот, он сейчас... Спокойненько катает в удовольствие, играет. Смотрите, какой урон. Смотрите. От черепахи откалываются куски. Талисман усказания. Было бы неплохо, кстати, взять... Передать именно... Питу, наверное. Хотя, может быть, и Деке, учитывая то, что Пита и так не убить под койлами, под третьими. Надо выложить, пропить. Выложить, пропить, видимо. Магазина не хватает. А, нет, магазин здесь. Выложить, пропить тогда. Выложил, пропил, взял. И купил еще одно зелье маны. У Питлорда Арба... Я не помню до конца, как оно работает. То есть, у него сплэш должен вроде как оставаться. Арба работает по одной цели. Да, сплэш остается. А вдруг у него... Урон сплэш идет по... С учетом минус брони основного... Не-не-не-не-нет, не может такого быть. А, может быть, ТГВ что-то знает. Сейчас. Не-не-не-нет, не-нет. Да, там СХ был. СХ был, очень быстро ушел СХ. 60 лимитов ТГВ. Косарик, опять же, на руках. Панда опасная. Свиток нужно купить. И проезжать. Ага. Крипл. И минус блейд. Куда он уйдет? Да, это 1-1. Ну, понятное дело, что 1-1. Что будет, когда... Кто третий? Алхимик. Это против панды с лечением, видимо. Мне любопытно. Арба... Арба влияет как-то на сплэш или нет? По идее, не должна вообще влиять на сплэш. Странно, во-первых, что Клифф работает вместе с Арбой, потому что это... Ну, хотя и Баш, в общем-то, тоже работает с Арбой по одной цели. Ну, в смысле, да, по одной цели. Не, не должна, не должна. Нет, нет, не должна. Что? Арба работает по одной цели и никаким макаром не аффектит Клифф. Пошли, скелеты, питлорд, дикий. Спроси у ТГВ в чатике. Да, можно. Таурены появляются. Он этих тауренов, в общем-то... Во-первых, криплом. Во-вторых, проклинает. И тут же с руки сплэшем просто давит. Хауль. И смотрите, какая нарезка идет. Переманил Кадоя баньшами. Ё-моё. Теперь у него плюс 28 ровно. ГГ пишет Хавк. Сейчас спросим у ТГВ в чате. Ой, ну начало максимально абстрактно, но Хавк плохо играл. Именно по абстрактам. Вы понимаете, игру? Ну остался НИС. Ну мне надо брать, получается... А он на арках. Мне надо брать либо Эльфа, либо Хумахади. Сейчас узнаем. Ну майкер ворвался. Арбани эффектив не как сплэш. Нет, только плюс 5 от урона. Ну и... Только... Ну понятно, по той цели, по конкретной, по которой он бьет, снимает урон. А по сплэшу только плюс 5 урона. Ну, в основном ради этого и покупаем. Ну и плюс иногда, когда блейда бьет, полезно, что он, может, снимается. Так, быстро за кофе. Хорош. Вот. И этим и турнир необычен. Потому что, да, ты можешь взять катку своей родной расой. Но если не сможешь далее хотя бы разок еще выиграть, не своей родной расой против, там... Ну, оппонента, то все. То чемпион, не чемпион, но... Заходим к Хавку, в общем. По твоему мнению, какая раса самая сложная в плане освоения для новичка? Самая сложная? Самая сложная в плане освоения для новичка. Самая сложная. Не, я хотел бы сказать эльфы, но не потому, что за них сложно побеждать, а что у них много странных вещей. То есть они... Вот. Но я думаю, что за орков сложнее всего. Там каждый юнит — это герой, и тебе нужно прям знать, что делать. Вот. Хумен, понятно, самая классическая. Фермы, футмены, архмак — набор героев тоже стандартный. Кастеры на автокасте все делают. На определенном уровне тебе этого хватит. Андеды — тоже вариативность довольно низкая в плане стратегии. Там один-два шаблона изучил, и у тебя все. Обсидианочки работают, финды стреляют, ДК героя лечат, все хорошо. Вот. У эльфов непонятно, что там деревья какие-то встают, не встают, идут куда-то. Виспы, которые без атаки. Что делать? Ну, потом ты начинаешь ставить базу и строить массы, и у тебя все получается. Вот. Берешь козла, делаешь два барака, или там масс дриада, или масс медведя. Неважно, любой масс в нужный момент. Вот. А орков как бы очень много. Вот. Вот винрейт из-под ладера на самом низком уровне сложнее всего Хуменом. Я думаю, что там в принципе нет самого низкого уровня. Потому что как только человек заходит и ставит какую-то дополнительную ладер для того, чтобы в варкафт поиграть, он хочет играть ладер. Скорее всего, он играл ладер. Это не очень показательно в плане новичков. Вот. Интересная статистика, тем не менее. Винрейты и какая тут интересная выборка была по количеству матчей вообще. Потому что... Во-первых, есть сводная табличка. Где стата отклоняется максимум на 4%. Не больше 4. Он так и предполагал. В принципе, Близзы выкладывали в свое время стату. Там было отклонение по батлнету процента полтора. Возможно, здесь, учитывая то, что ладер помоложе, и выборка не такая большая, может быть, здесь там десяток игроков могут статистически влиять на такие вот отклонения в пару дополнительных процентов. Ну, в принципе, это очень похоже на правду. То есть, говоря о дисбалансе, да, мы видим цифры типа 49,1, 50,1, 49,98. Чем ближе к 50%, тем, собственно, ближе баланс. И самое плохое — это хумен против андеда, который, ну, понятное дело, проигрывает чаще, выигрывает всего лишь в 46% случаев. Но все равно, когда речь заходит о дисбалансе, особенно не на топовом уровне, полезно обращаться именно вот к статистике, к массовой, и показывать, что вот в большинстве случаев на определенном уровне влияет не... Кстати, любопытно. Difference to all. Нет, там есть отклонения даже на 6% на каком-то уровне еще. А, ну, тут явно не репрезентативная выборка. Хотя... Нет, это Difference. Это Difference. Не слишком большие какие-то отклонения. Мне кажется, что просто в каком-то из... Где-то матчем слишком... Слишком мало было сыграно. Ну, потому что вот Elf and Dead 10%. Дальше мы ни на одном из уровней не видим цифр. Более того, они есть как положительные, так и отрицательные. Это скорее говорит о том, что... Где-то... На начальном уровне, в частности, очень мало матчей. Нет, это невозможно. Крочерт его знает. Ладно. Надо поизучать будет на досуге. И желательно это сделать спустя какое-то время. Потому что этому ладеру... Сколько? Месяц? Полтора. И, соответственно... Ну, может быть, данных недостаточно еще. Ну, потому что... Ну, вот это вот странно реально. Потому что... Типа неопытные игроки. The Elf проигрывает Undead'ом. А дальше начинают выигрывать. А потом опять проигрывать. То есть... Есть вещи, которые сложно объяснить логикой. То есть можно, но это уже за уши притянуто. Обычно должна быть какая-то... Единая линия. Если уж начинают там проигрывать с увеличением уровня, то... То продолжают. Пару недель ему уже статистика обсуждать. Да-да-да, скорее всего... Скорее всего, просто матчей мало. Итак. ТГВ взял эльфов. Будет... Хавк по-прежнему играет за арков. И мы видели, что он умеет контролировать Блэйда. Правда, пару раз его отдал. Но даже Флай отдает Блэйда. Блэйд это... Это настолько требовательный... То есть Блэйд это герой, которым надо играть максимально агрессивно. И при этом он не такой плотный, чтобы... Ну, у него есть виндвок, понятное дело. Но это контриться там всякими просветками, сканами, с антривардами. То есть можно получить. То есть с одной стороны им надо рисковать. С другой стороны можно умереть. Поэтому герой постоянно в зоне риска находится. Счет. Счет, конечно же, 1-1, друзья. Все правильно. Болеем за ушастых? Да нет, тут... Тут не обязательно болеть за ушастых. Тем более Хавк в случае... Ну, хотя тут в любой случае поражение покидает турнир. Большой бутылек маны выпадает. ТГВ пока очень везет на артефакты. Ему выпала мантия, ему выпал большой бутылек. И при этом он эльф, как бы, с козлом. Возвращается домой. Недоконтроливает немножко виспа. Пошел первый кот, видимо. Кот обормот. Прикапывает Блайда. Ну, не есть виндвок, но тут скорее борьба за Мурлоков. Грант приходит, серьезно. Подлайтник шелдом. Арчу надо доконтроливать. Надо Мурлоков добивать. Прячу, торчу. Сейчас еще один Лайтник щелд нужно. Блайд получает благодаря Лайтник щелду второй левел. Но... Ну, во-первых, Арчей спас. И ой, как хорошо добил, а. Не, ну ТГВ... ТГВ молодец. И пошла дефолтная проверка на внимательность. Вот такие вот мелочи, что на определенном этапе нужно проверять застройки. Вот, кстати, этот рабочий, он с разведки вернулся. Он не проверяет. А, это проверка или это возврат на базу? Это возврат на базу, но... Не, проверка. Ой, молодец. Тогда респект, Хаб. Прямо прочитано. Что тут скажешь? Да, за этот протектор можно спокойно прокрепиться. Ну, вот что, собственно, и делает. Пропивает ману, выкладывая инту. Начинает с троллем. И... Пошла постановка базы. Смело. Смело. Боевые когти плюс 9. Ну, и здесь будет третий кипер. Третий кипер это проблема для грантов. Большая. И учитывая то, что инфразрение у него есть, можно... Нет у него инфразрения. Почему нет инфразрения? Не доделал инфразрения. Можно отправляться на охоту. ТГВ вчера думает, за кого, когда играть. Говорил, может сыграть одну за эльфов, разобраться, что там как. А хотя не, я и так справлюсь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, это... это молодец. Посмотрим. И... Было бы инфразрение, поймал бы на криппинге. Неправильный тайминг инфразрения. Ну, стоит 50-50. Змейки пошли. Сыху прикапывают, пробуют окружить. Ой-ой-ой. И тут арча подставляется. И гранты подходят. Минус одна арча сразу же. Вторая тоже, считайте, уже все. Армию игрока. А, и он взял не вторую прикопку, а энтов? What? С другой стороны, там еще база делается. Подконтроливает кота. Еще одна прикопка, минус второй грант. Блин, тут минус... Как же Хавк-то хорошо контролит. Минус... Алхимик. Да, три гранта в общей сложности потерял, но... Ой, он же еще может сыху прикопать, убить. Уже не может. Уже не стоит этого делать. Да, потому что магазин рядышком, блейд рядышком может вытолкнуть, бутылку прожрать. Но то, что делается экспант, это уже... Большущий плюс для эльфа. То есть, сейчас у орка какая армия? 27 лимита у него. У него два героя и шаман. И строится грант, которому не повезет, скорее всего, тоже. Базу он не подхарасил. Тайминговый магазин мы видим. Хорош. А вот это очень хороший шаг. Как будто Хавк знает, что там экспант. Он должен догадаться, во-первых, по артефакту, который был у кипера. Если прокликал, увидел девятку, он знает, что где падает, естественно. И... Ну, в той ситуации, когда он протектор убивал, эльф... Эльф и должен был чем-то заниматься таким... Постыдным. Поэтому без разведки втыкают эксп. Хотя, казалось бы, у тебя только что убили трех грантов. А, вот ТГВ продал когти? Да ладно! ТГВ продал когти? Псих. Став нужен. Ухавка вард. ТГВ этого не понимает. СХ второй. ТГВ вообще думает, что... Его улынет. Очень плохо контролит ТГВ сейчас, к сожалению. Штампует арчей с двух хаулов. Прикопком. Ну... Бутнар точка или я поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Да, будет. Бобрейшего вечерка. Добрый вечер. Дорогой, мистер Бобер, скажите, пожалуйста, когда вы продолжите проходить эфордж-компанию. Очень жду ее продолжения от вас. Серьезно? Что вас сподвигло изменить графику? Помните, вы говорили, что на новые графики играть будете? Не играть на новые графики, а смотреть турнир на новые графики. Сподвигли лаги просадки фпс после какого-то патча. И невозможность, соответственно, комфортно выдавать 60 фпс на рефордж графике. Может, ситуация, кстати, поменялась. Я давно не проверял. Патч, правда, тоже вроде не было, но черт его знает. Короче, сейчас... Ну, кампании не знаю, к сожалению, когда буду проходить. Сегодня и завтра у нас два турнира по варику. Один нестандартный банхаммеркап, который мы сейчас наблюдаем. Который покажет, кто же лучше играет не только за свою родную расу, но и за какую-то дополнительную. Продает сейчас ботиночки, покупает два свитка. Покупает три свитка. И вот именно сейчас для ТГВ отличная возможность, чтобы пропушить. У него работает эксп. Он догадывается, что орк... Хотя, возможно, я пропустил просветку. Какую-то там или какую-то разведку. Может, скролл за бист взять, я думаю. Там массового диспола нет. Вот было бы классно скролл за бист взять. Давай. Это единственный нормальный там артефакт. Амулет. Когда у тебя маны так мало. Но он передает киперу, так что все нормально. Амулет, да, хорошо заходит. Но скролл за бист мог закончить игру. 56 лимит... Как же Блэйд врезается? У него камень жизни есть. Прикопка на Блэйда. Лайтник щилд на Блэйда. Тут же Пурдж. Такой непостоянный. Это Хавк сделал сначала Лайтник щилд, потом Пурдж. ТГВ недоконтроливает дичайшим образом. Прикопка, Лайтник щилд, камень. Протекшн. Пошел Дисполн. Светоключение вовремя, но кот все равно не уйдет. Падает один Грунцер. Вышки только первого уровня. Сахани третий. Почему он не атакует? Почему столько беготни? Ладно. Лимит. Ой, можно ударить минус Гранд. Классно. Шарпшутер. Кипершарпшутер. Вызывает энтов, отправляет, готовится принимать. Ну, Хавку нужно сражаться за шахту. За базу. Алхимик идет вытанковывать. Без вышки. Поздновато Хавка выходит, к сожалению. Жалко, что вышка падает, потому что... Вот она стабильно наносила урон. Хотя бы какой-то урон наносила. Лайтник щилд на Арчей. Кричат Арчи. Гранты в Арчах. А свитка лечения-то уже нет. Правда, Блэйд очень битый. Как бы он... Да, там бутылек маны выпивает с Shadow Hunter. Гранты, конечно, просто Арчи унижают. Уже минус четвертая Арча, только первый Грант умер. 44 лимита на 52. Прячется, пытается. Еще одна прикопка. Да сколько же у тебя прикопок, думает Хавк. Потому что, ну, да, и теряет Блэйда. И все-таки Хавк вылетает. Ну... Вообще, ТГВ и в первой игре, когда Хавк играл за роду, расу, имел неплохие шансы на победу. То есть, там... Мы видели этот матч. Вторая была... Не без проблем на старте из-за отмененных баз, но потом все было очень четко. Ну и третья... Все-таки чувствуется, что в Хавк за орков играет мало. Не его, это раса. Да и смысла особо, видимо, нет там тренироваться. Потому что такие турниры являются скорее исключениями с правил. Хорошо подконтраливает на этот раз ТГВ. Вообще прекрасно. Он на эту Арчу столько народу забайтил. Там и Блэйд в нее влетал, и... ИСХ влетел. Ну, кстати, последняя атака. Минус 20 лимита. Блэйд еле живой. Он оттуда уже не уходит. Минус Блэйд. Четвертый алхимик. И это... Гуд гейм, друзья. Это гуд гейм. Хавк не сдается, отступает. Но без экспанда здесь ему, конечно, тяжеловато будет против такой эльфийской гопши. Пятый уровень еще кипера. Четвертый у алхимика. Хавк скорее по инерции контролит. Ну, хорошо. У ТГВ есть интересные темы. Посмотреть за этим питлордом, который растет на глазах. Который сначала получает первый предмет, и потом закупает там что-то еще. Потом появляется АМШ, потом появляется там Кадой какой-нибудь захваченный курсана противника. Хаулю же. Арба и... Ну, как в дотке в какой-нибудь. Собирают его просто. И в конце не остановить его. ГГ пишет хавк и вылетает с турнира, кстати. Вылетает. Так, ссылочка на сеточку, наверное, есть. О, геймнейм Соник. Соник играет. Интересно, какой по счету матч. Спасибо большое, ГрафД, за геймнейм. Не успели, правда, зайти. До свидания. До свидания.